Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ТОН-ТВ. Программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман. По данным, опубликованным на сайте Аждот сегодня, со ссылкой на Центральное статистическое бюро Израиля, Аждот находится на втором месте в стране по отрицательному сальдо миграции после Иерусалима. С нами на связи депутат городского совета, в прошлом заместитель мэра, вице-мэр города Владимир Гершов. Владимир, рад приветствовать. Добрый день! Добрый вечер! Добрый вечер! Володь, вот данные приводят любопытные. В 2019 году в город приехали 3823 человека, покинули 6658, в результате чего осталось на 2835 жителей меньше, то есть почти на 10%, если не 1% от численности населения города. Вообще, позволяют ли эти цифры говорить о том, что из Аждота начался массовый исход, и если да, то каковы его основные причины? Ну, я бы не говорил так о том, что начался исход, потому что все-таки не приобрело такого массового характера. Но, тем не менее, эта тенденция, она идет где-то начиная с 2005-2007 года, когда сначала превышало количество въезжающих над уезжающими, а потом постепенно-постепенно приобрело вот такой отрицательный баланс, скажем так. Ну, во-первых, надо понимать, что дело даже не в том, что уменьшается население, оно все-таки в целом со сроками растет, сегодня уже по отдельным данным у нас около 250 тысяч, хотя статистика официальная дает меньше. Но самое главное, что анализ именно структуры или состава уезжающих, вот что должно тревожить. Дело в том, что 30% там вообще с 16 до 30 лет, 30% работоспособного возраста от 34 до 60 лет, а потом уже все остальные. Понятно, вот это должно тревожить. Причин у этого немало. Самая главная, конечно, причина, что молодые пары, сейчас мы будем говорить о них, они просто не могут приобрести квартиру в Аждоде, потому что цены выросли, ну, скажем, за последние 10-12 лет, больше чем на 100% поднялись цены в Аждоде. И если раньше была тревога у руководства города, 15-20 лет назад, была о том, чтобы увеличить квартиры для того, чтобы приезжали все-таки основательные новые жители, у которых социально-экономическое положение более высокое, и поэтому делались большие квартиры, и был упор специально на то, чтобы не строить маленьких квартир. Это было сделано специально, потому что в основном в Аждоде приезжали из Демоны, Ирухама, и оттуда, из этих городов, и, как сказать, нередко люди, которые покупали новую квартиру, завтра становились на биржу труда, на очередь на работу. Значит, ну вот эта политика, она дала, как бы, обратный результат в другом, потому что молодые пары, в принципе, купить квартиру в Аждоде не могут. Не могут, первое, потому что новые районы, скажем так, более благоустроенные и благополучные, очень высокая цена, а те районы, которые, как бы, старые, где со вторых рук квартиры дешевле, они очень неудобны для большинства из них для проживания. Во-первых, значит, есть такие районы, в которых немало у нас до сих пор есть мигрантов из Судана, которые живут, и сам район, он не очень благополучный, и три уже сегодня, будем говорить, четыре района, в которой постепенно распространяется население ортодоксальное, из типичных районов. А совместное проживание, и не потому что, как бы, отрицательное у них этот самый образ, как бы, создан и так далее, а потому что накладывает очень многие вещи, которые неудобны для проживания. Это и школы, и поэтому, значит, они избегают покупать молодежь там квартиры, потому что на втором рынке сегодня тоже квартиры недешевые, далеко не дешевые. И когда рядом открывается такая возможность, как в городе Ашкелон, когда идет массовое строительство, в последние годы там массовое строительство, и покупают новые квартиры, и некоторая разница за такую же квартиру иногда доходит до половины, до полмиллиона шекелей, то, значит, из аждотцев сейчас состоят новые районы из молодых пар в Ашкелоне. Часть, которая более основательная, работающие в Тель-Авиве, они уезжают в Явно, где целый район, так называемая Явная рука, или Зеленый район построен, очень благоустроенных квартир, где проживание очень недешево, потому что у них очень высокая тамарнона, за благоустройство и так далее, надо платить за качество жизни, уходит туда. Вот таким образом из Ашдота уезжает молодежь, ну так же, как и вообще из Израиля. Мы знаем прекрасно, что сейчас, конечно, все изменилось резко из-за короны, потому что многие те, которые уехали, не завидуют тем, которые здесь в Израиле остались. Вот, ну дело в том, что, значит, это происходит. Значит, есть несколько причин, почему в Ашдоте это происходит, как бы такое подорожание. Во-первых, в Ашдоте недостаточно строится квартир, вот, недостаточно, потому что у нас нет освобожденных земель, у нас их вообще мало свободных, которые принадлежат земельному управлению. И тем не менее, каждый конкурс, который выпускает земельное управление, он долго тянется. Я не хочу говорить, что там, допустим, руководство города недостаточно делает. Несколько лет назад, уже, пожалуй, 7 лет, по-моему, назад, было сделано рамочное соглашение с государством о строительстве 30 тысяч квартир в Ашдоте, из которых должно было быть большинство по цене терротлими штокен, так называемых, для молодых пар. Ничего этого не произошло. Значит, несколько попыток, конкурсов, которые были, они не вышли. Все остальное... А почему? Почему они не вышли? Не вышли? Трудно объяснить, почему не вышли. Потому что где-то были конкурсы неправильно построены так, совместно с городом, где-то земельное управление не сделало этого. Потом существуют же еще течения такие, которые очень трудно проследить. Если мы будем говорить о том, что сегодняшние, как бы, все эти организации, от которых зависит во многом строительство нового жилья, они находятся в руках Министерства строительства, которое возглавляет представитель еврейства Торы, и Министерство внутренних дел, которое возглавляет руководитель ШАС, и как бы земельное управление, и комитет по строительству, и так далее, все эти организации, они сегодня находятся под ними. Хотя совсем недавно все они были вынесены под Министерство финансов, когда Кохлоун пытался провести проекты Деротли-Миштакен, так называемые. У нас этот проект не пошел сам по себе. В свое время мне удалось добиться несколько домов в новом районе, когда мы занимались вопросами только строительства и благоустройства. Все эти вопросы, они очень долгосрочные. Все эти проекты надо забивать и решать задолго до того, когда можешь начать это строительство. Несколько домов было Деротли-Миштакен, и два дома было сдано на длительный съем для молодых пар именно по этим ценам. Все остальное, к сожалению, есть еще одна часть, очень высокая цена съемного жилья в Аждоди. И это, в свою очередь, влияет на покупку новых квартир вкладчиками, или теми, которые инициируют вклад капитала. Потому что биржа ничего не дает, особенно в такой год, когда корона. И у нас вместо того, чтобы цены снижались за прошлый год, за 2020, уже понятно, что сейчас, когда официальная статистика будет подвинена, станет совсем ясно, что цены выросли даже во время короны. Это другая уже причина. Если не будет для тех, которые кладывают деньги в биржу какой-то цели другой, значит, этот рынок так и будет действовать в одну сторону. Дело в том, что квартиры скупаются, а цена на съем очень высокая, а квартиры на съем тоже недостаточно. Надо сказать, что в этом случае могли бы как-то помочь социальные квартиры, допустим, для разных слоев населения, в том числе все эти хостели, Микбаци и Ди Юр. Но это тоже, к сожалению, я не знаю, будет ли вообще продолжение строительства таких квартир, которое было в прошлой каденции у нас, когда в Министерстве строительства, в Министерстве абсорбции был выпустен конкурс, и 18 городов получили, как бы и ни один город, кроме Аждода и Решон Лиционов, в принципе, ничего не сделал. Позже немножко там и так тыкви еще, а в принципе были не готовы к этому. А в Аждоде, к сожалению, допустим, той же компанией по развитию Аждоды, которой я был председателем, хотя мы и просили еще один проект, и мы были готовы к этому. И как бы опыт компании, которая каждую каденцию, вот я четыре каденции был ее председателем, каждую каденцию строили новый хост, этого не произошло. Я касаюсь вопроса, может быть, не столько прямую касающегося молодых пар или молодежи, но тем не менее это влияет, это все влияет. Любые квартиры, социальные и так далее, которые распроданы фактически, Амигуровские квартиры в Аждоде, у нас Амигур, вот, и фактически нет этого фонда. И когда нет этого фонда, нет общежития для студентов не строится, нет достаточно для пенсионеров не строится, это все влияет на цену и спрос на жилища, на съем. Да, но перед выборами, муниципальными выборами, многие участники предвыборной гонки не скупились на обещания и квартиры для молодежи, и хостели, и прочее, и прочее. Что мешает осуществить на практике? Не могут или не хотят? Ну, есть вопросы, которые просто не могут, а может быть, недостаточно хотят, скажем так. А потом я же объясняю, что сейчас во многом эти вопросы, они завязаны на министерство, во многом на организации вышестоящие завязаны, а у них другие цели. Сегодня идет разговор о заводе Эльта, которые пытаются, если сначала вообще поговаривали о том, что перенести его полностью, теперь говорят, что он останется в границах Аждода, но этого же недостаточно. Если он останется в границах Аждода, но у него даже одна часть какая-то будет перенесена, и это позволит открыть так называемый сихозяйственный треугольник, то там будет еще порядка 20, может быть, 30 тысяч квартир для ортодоксального еврейства. По внешнему ценам они примыкают к религиозным районам непосредственно. И это не улучшит общее состояние в городе, потому что еще и качество жизни же очень важно. Важны рабочие места. Вот сейчас строится, она была еще компанией по развитию Аждода в прошлую каденцию, сейчас ее продолжают эту работу по новому району промышленному, Айтыка, так называемого, и он удобно расположен около станции железнодорожной и недалеко от больницы. Кстати, у нас есть хорошая новость, не все так плохо. Значит, получили разрешение на продолжение строительства очередной очереди Балийца Асута. Сегодня она на 300 коек, получили еще на 300 коек, причем она вся будет защищена от ракет. Это актуально, к сожалению, у нас в стране, особенно здесь на юге. Это хорошая новость, которая говорит о том, что некоторые вещи какие-то двигаются. Но все равно этого все недостаточно. Единственное, осталось надеяться, что больницу, новый корпус, новые отделения будут строить не 17 лет, как до этого. Нет, ну, все-таки 17 лет не строили саму больницу. 17 лет – это предыдущая, так называемая, Ну да, борьба. Да, инициированная Лицманом, как бы строительство предварительного отделения, на которое город попался. Но продолжалось очень долго, и так ничем не закончилось. А строительство достаточно быстрыми темпами было построено. То есть пробивали очень долго разрешение, но тем не менее надо отдать должное, чтобы было построено быстро. Это очень важно для ЖДОД. Это тоже как бы влияет и на рабочие места, и на образ города, на его авторитет. А ЖДОД, к сожалению, в прошлом году у нас фактически это уже в начале этого года было сообщено, что так называемая градация по социально-экономической оценке есть такая мысль. Была у нас 5, сейчас стало 4. Это не очень хорошо. Это показывает об уровне жизни населения. Но это за счет ортодоксов, как я понимаю. Это, во-первых, за счет ортодоксов, во-вторых, за счет снижения тех же предпринимателей, мелких их доходов и так далее. Во многом. Но понимаете, иногда делаются просто вещи, ну как бы сказать, не очень продуманные. Но если я из всей коалиции один проголосовал против повышения ортодоксов на 1%, фактически это же ничего не давало. На самом деле это очень формальный вопрос. Потому что в данном случае половина вообще не сможет платить никакую ортодоксов. Те, которые не смогут подняться после короны, после всех карантинов и так далее. И тем не менее, невозможно было даже ничего. Из всей коалиции, я же говорю, вместе с оппозицией, проголосовал против повышения ордоны, а потом те, которые голосовали за повышение, начали рассказывать про Сингапур и так далее. Ну это известно. Это не только ваш доди об этом рассказывает. Про Сингапур. Про Сингапур. Да. Володь, еще одно, для меня, по крайней мере, относительно новое явление в последние года два, наверное, я так полагаю. Кстати, в статье, о которой я упомянул, там об этом пишут, обещали горожанам в каждом районе построить по бассейну, и бассейны действительно появились практически в каждом районе, но после дождей. Что со стоками? То есть город тонет. Никогда раньше такого не было. Значит, есть у этого две причины. Одна причина, скажем, объективная, которая касается не только Ждода. Когда мы застраиваем площади свободные и покрываем их бетоном, мы заранее обрекаем на вот такие явления, потому что вода очень резко вся стекает, никакая ливневая канализация принять сток с такой площади не может, это все устремляется в море, и, как правило, значит, происходит затопление улиц. Поэтому, вы знаете, когда, опять же, голосуют за строительство где-то в парках, у нас тоже это происходит, значит, это имеет еще и вторую сторону. Не только лишают места отдыха, но дело в том, что, опять же, закрывают бетона даже те площади, которые сегодня зеленые, которые площади свободные могут впитывать воду. Это первая часть, которая влияет на происходящее. А вторая часть ошибки. Дело в том, что если даже в строительстве новой, так называемой, зеленой революции, совершении зеленой революции транспортной, были допущены такие непростительные ошибки, когда ливневая канализация не была готова к этим стокам. Значит, есть и такие. Второе, есть старые сети. Вот, когда мы начинаем грузить на старые районы новые дома, неважно, это снос застройка или это строительство, так называемое, там, А38, когда достройка, надо понимать, что идет нагрузка на сети не только на канализационные, но и на ливневые и так далее, и так далее, стоки. Вот это тоже надо предусматривать. Поэтому это тоже требует реконструкция, это дополнительные расходы. Как правило, ни одно руководство, ни одного города не стремится начинать с этих работ, потому что их не видно, потому что их не покажешь, потому что их не озеленение, это не благоустройство, это под землей все закопано и так далее. Ну, тем не менее, значит, должен сказать, что во многих районах, там, где были когда-то такие, они устранены. Надо быть, как бы, объективным некоторых вопросов, не все так плохо. Значит, там это происходит. Но тем не менее, это требует больших-больших затрат и больших-больших усилий. Спасибо. Спасибо, Владимир, за откровение. Хотелось на какой-то оптимистичной ноте закончить, что все изменится к лучшему и начнут как бы прилагать усилия и государственные органы, и муниципальные совместно, и мы изменим эту ситуацию, потому что очень не хочется, чтобы город с одной стороны не старел, с другой стороны, когда будет большинство ортодоксального населения, как бы, возникают свои трудности в городах. Лицо города полностью меняется. Спасибо вам за поднятую тему. Спасибо, Владимир, спасибо, ну, дай бог, чтобы Ожон все-таки развивался, как хотелось, как хочется большей части его жителей. Спасибо, всего доброго, до новых встреч, до свидания. Всего хорошего. Спасибо и вам, друзья, будьте здоровы, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.